Я сыграл фосмофобию на рандомном уровне сложности, но с учетом того, что до конца игры ни я, ни вы не будем знать какие там настройки. Из-за чего мне было мега страшно, потому что множитель был реально высокий. При этом это все было с призраком, которого я вообще никогда не боялся. В какой-то момент мне даже показалось, что это демон, но это совсем не демон. В общем, приятного всем просмотра. Кстати говоря, я заметил, что сколько бы вы не ставили рандомную сложность, здесь всегда будет включена потеря предметов. То есть, если я умираю, то я по-любому всегда теряю все предметы. Все, я не смотрю. Давайте, рандомная сложность. 6.28. Эм, окей. Отправляемся в игру. Я понятия не имею, что это может значить вообще. 6.28. Так, экран рассудка у нас доступен. Ага, у нас есть спринт, но скорость наша 50%. Как минимум это мы уже знаем. Так, давай посмотрим, можем ли мы восстановить таблетками немножко себе хотя бы рассудка, чтобы сделать... О, мы можем, мы можем таблетками. Не знаю, сколько они восстанавливают, но явно больше 25%, вроде как. Больше 25%, то есть, вот мы восстановили до 100. Хорошо. Берем тогда все предметы вот эти и погнали. Понятия не имею, что это может быть. 6.28. 6.28 это достаточно большой множитель для случайной сложности, потому что в случайной сложности как бы все случайно абсолютно, да? И то есть, есть куча всяких вещей, которые очень... И при этом у нас есть... Подожди, у нас есть проклятый предмет. То есть, проклятые предметы, например, очень сильно снижают множитель сложности. Ага, у нас электрощиток сломан. Опа-на, и у нас фонарики не работают. А, у нас фонарики не работают, и электрощиток сломан. А каким образом мне тогда с этим всем справ... Окей. У меня есть идея. Идея заключается в том, чтобы взять с собой видеокамеру. Давай заранее тогда возьму вот это и все остальное. Ну и единственное получается, что мне сможет освещать путь. Значит так, в теории. Если у нас есть проклятый предмет, как минимум вот один получается. Давай проверим еще наличие проклятых предметов. Музыкальной шкатулки у нас нет, значит у нас как минимум точно не все. Ну у нас по-любому не все, потому что со всеми проклятыми предметами такой множитель сложности бы никак не получился. Давай посмотрим. Так, подожди, я хочу скинуть вот это все здесь. Да, я возьму лучше с собой обратно вот этот вот термометр. И МП. Так, спускаемся, давай посмотрим здесь. Круга призыва нету, хорошо. Доска. Доски нет. Дай мне знак. Как его зовут? Джо Тодд. Джо Тодд, дай мне знак. Покажи себя. Лапки тоже нету. Джо Тодд. Там на улице, на улице как будто призрачный огонек, но это нет, это не оно. Джо Тодд, дай мне знак. Так, куклы Вуду у нас тоже нету. И последнее, я хочу проверить карты Таро. Карты Таро у нас тоже нету. То есть, хорошо, у нас получается один только проклятый предмет, это зеркало. Давай тогда посмотрим, в какой комнате находится призрак. Так, призрак находится у нас в гараже. Так, я, пожалуй, схожу, выпью таблетки, заодно возьму еще там всяких штук с собой. Потому что если сейчас окажется, допустим, Тае какой-нибудь, то это будет все. Это сразу до свидания, я ничего не сделаю на такой скорости против него. Так, возьму благовоние, давай зажигалку, сразу же возьму вот это все. И выпью таблетки, у нас уже 70% рассудка. То есть, Тае уже, в принципе, мог начать охоту и демон практически. Так, пускай у нас все восстановится. Я возьму лазерку. И, в принципе, на остальное у меня больше места как бы не хватает немного. Таблетки восстанавливают у нас достаточно много. То есть, около 30, наверное, даже процентов рассудка. Это хорошо. То есть, подожди. Проклятый предмет, который очень сильно снижает награду. Таблетки, которые реально у нас много восстанавливают. И при всем при этом, у нас такой множитель сложности. То есть, у нас призрак... У нас призрак, наверное, по-любому, я не знаю. Либо одна улика, либо, возможно, даже ноль. Если сейчас мы найдем улику, то я вообще удивлюсь. Потому что... Ну, тогда это будет, скорее всего, ноль секунд безопасного периода. Это самая жесткая сложная настройка в этой игре. И как бы там уже я не... Я не знаю, что я смогу сделать. Так, ладно. Давай принесу термометр ему. Скорее всего, призрак неактивный. Меняет, типа, комнату свою как бешеный. Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Дай мне знак. Ладно, положу термометр. Но без всего вот этого, конечно, очень-очень жестко сложно. Так, ну-ка, попробую поговорить с ним. Дай мне знак. Покажи себя. Сколько тебе лет? Он мне не отвечает. Он мне не отвечает пока что в радиоприемник. Очень интересно будет посмотреть в конце, что это такое. Опа-на. Подожди, так. Он сделал, короче... Вот это-то-то. Где моя МП? Быстро МП. Сейчас нужно проверить быстренько. Сколько там? Может, МП-5 мало ли будет? Ну, а вдруг? Так, нет. МП-2. Окей, выключаем. Хорошо. В таком случае я бы сгонял, знаешь, куда еще и зачем? Так, я, во-первых, положу блокнот. То есть ультрафиолет я никак уже не проверю. Единственное, что надо было неоновую палочку брать. Это, конечно, они странно сделали. Что, типа, фонарики, если выключены, то и ультрафиолетовые теперь тоже. Потому что как тогда улику проверять? Они не то чтобы сильно так помогают в темных помещениях эти ультрафиолетовые фонарики. Опа-на. Кстати, у нас очень низкая температура. Возможно, будет минусовая. Так, надо не забыть, что я здесь... Давай я лучше все-таки положу это все дело вот тут, вот где-нибудь. Да, раз и два. Если это демон, то это будет все. Это ГГ. Потому что если он сейчас вдруг решит начать охоту, то я не знаю. Я уже ничего не сделаю. Я проверю сейчас, где я могу... Я могу даже прятаться. Я могу здесь спрятаться, если что. Это насколько жесткий призрак будет, что? Так, по-любому распятие. И по-любому... Соль возьму. Проверить на миража. Так, ладненько. Короче, рассыпаем соль вот здесь. Вот дальше чуть. И дальше можно. Так, сколько МП-МП-3? Окей, он потопал сразу в соли. Значит, это не мираж уже, как минимум. Ну, призрачном огонька я не вижу. Блядь. Стой. Ну-ка. Радиоприемник. Радиоприемника нету. Окей, радиоприемника нету. Так, тихо. Раз, пять, раз. Раз, пять, два. Быстро. Вот так вот. И погнали. Я хочу проверить сейчас, сколько у меня рассудка. Я хочу знать, сколько у меня рассудка. Он сделал сейчас Гост Эвент. Просто, если это Они или какой-нибудь Банши... Подожди, Гост Эвент был поющий? Но он ныл, можно сказать, что поющий. Наверное, поющий, поющий, не знаю. Но просто Они и Банши, они очень сильно снижают рассудок во время Гост Эвентов. Больше, чем обычные Призраки. То есть обычные 10%, а вот эти они 15%. Ага, и у меня уже 80%. Даже чуть меньше. Мне кажется, это может быть Они или Банши. Я не могу их точно сейчас ни вычеркнуть, ни понять, что это они. Потому что рассудок очень быстро садится из-за того, что мы там медленно ходим и там очень темно. Что нам по заданиям? Направлю на микрофон. Возьму еще благовония. Хотя, блин, возьму две свечки. Благовония у нас там есть, нормально пойдет. Возьму две свечки. И давай все-таки я выпью еще таблетку. Я реально... Мне реально стрёмно, типа. Я сейчас не очень хочу, чтобы это все против меня сыграло. Мой же рассудок. Да, вдруг это реально ТАЕ окажется, которая 75% охотится. И мне тогда как бы все, кранты будут полноценные. Дай мне знак. Покажи себя. Ну-ка, ЭМП снова дурачится. Сколько? Нисколько. Впрочем, ЭМП не сильно много. Так, свечка раз. И подожди. И свечка... Сейчас будет два. Так, он снова там дурачится. Окей. Двери трогает. Подожди, значит, зажигаю вот... Блин, не так хотел. Ну ладно, нормально тоже пойдет. Зажигаю вот эту, ставлю вот тут. Выключайся. Дай-ка проверю дверь еще. ЭМП 5 нету. Либо это значит не ЭМП 5, либо улик вообще нету. Потому что, мне кажется, уже должен был он дать ЭМП 5, если бы у него было. Может быть, это горё? Потому что он не меняет свою комнату. Ну хотя, кто его знает. Но я уверен более чем, что... Опа-на, подожди. Раз. Так, стоп. Нет, подожди. Погоди-ка. Так, у меня благовония, если что, с собой есть. Благовония, если что, с собой есть. Он только что две свечки прям затушил. Серьезный пацан. Сейчас подождем, пока вот эту затушит. И если начнет охота, то это анрё. Если не начнет, то это не анрё. Так, сколько температуры? Температуры минусовой пока что тоже нету. То есть, радиоприемника не было. Лазерки я не вижу. ЭМП 5 не было. Огонька нету. Призрачного. Окей. Положи блокнот чуть дальше. Может быть, лазерку тоже чуть дальше положу. Давай, дядя. Задуй свечу. Затуши свечку. Заодно буду проверять на банше. Но свечки мне пригодятся, я думаю. Я их поставлю, наверное, сейчас, если он задует и не начнет охоту. Мы убедимся, что это не анрё. Я их поставлю на кухне. Вот и все. Так, пошептал отлично в микрофон. Но можно, в принципе, все равно дальше ждать, пока он там еще что-нибудь скажет. Потому что, может, это банше. У нас рассудок очень быстро снижается. Кинул камеру. Видеокамеру кинул. Так, задул. Хорошо, в таком случае я сейчас перетаскиваю свечки на кухню. Чтобы у меня там было место. Чтобы у меня там все освещено. О, кость. Найс. Еще раз, температура... Температура обычная. Я не знаю, мне кажется, что тут все-таки не будет минусовой, ничего такого. И одно распятие, пожалуй, наверное, я бы перетащил немножко тоже на кухню. Потому что опасненько. Опасненько мне там было бы находиться сейчас без распятия. Итак, хорошо, мне нужно немножко подумать. Он и тут затушил свечки. Не стыдно, братан? Хотя, подожди. Я сейчас на секундочку выйду из дома. Если мне, конечно, позволят. Поэтому я затушу свечки, чтобы они не догорали. А то они же у нас не бесконечные. Ладно, я скидываю вот эти все прибамбасы здесь. Потому что, я не знаю, я надеюсь, что я благополучно выйду сейчас. Пожалуйста, выход уже перед моими глазами. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Фух. Так, глубоко вдыхаем. Короче, смотрите. У нас, получается, нужно 25% рассудка и спугнуть благовониям, пока он преследует жертву. Это точно не анрё. Угу. Это точно не мимик. Я не знаю. Я сейчас посмотрю на свой рассудок снова. Мне кажется, что это не тень. Потому что он рано очень гост-увент начал. Но, в принципе, не на 100%. Поэтому шанс есть. Ну и плюс, что он не очень-то активный. Хотя... Не, он реально, он не очень активный. Окей, у нас около 80% рассудка. Ну, точнее, даже 90%. Так, что я могу взять для защиты? Смотрите. Я возьму лазерку. Я возьму ещё один блокнот пока что. И вот это вот. Благовония ещё одну. Вы спросите, что я с этим сделаю. Сейчас увидите. Ну, блокнот я просто положу в комнате призрака. Потому что, если у него есть записи в блокноте, так будет больше шансов, что он нам их оставит. Он там опять активизировался. Значит, сюда. Окей. И дальше ты идёшь вот сюда в этот блокнот. Давай, да. Он сделал гост-увент, который не делает они. Подожди. Значит, это не они. И, кстати говоря, у нас, значит, сейчас всё достаточно плохо. По рассудку. Так, тут у нас распятие. Окей. Где у меня вот это всё? Давай вот раз. Давай два. Так, и может быть, просто мне сейчас зеркало использовать? Давайте я использую зеркало, чтобы просто, да, обсадить рассудок и начать охоту. Я хочу посмотреть всё-таки. Послушать на него. Давай, давай даже вот. Давай. Блин, ладно. Нет, блин. Очень опасно. Я не знаю. Я лучше... Я спрячусь. Использую зеркало из укрытия, чтобы, короче, просто послушать шаги. Если что, если это вдруг диаген какой окажется, то, конечно, печально будет, но... Да ладно. Так. Смотрим, чтобы у нас рассудок достиг. Вот. У нас всё ниже 25%. Погнали. Фух. Опять гост-увент, который не делает они. Так. Он схавал распятие. Подожди. Он схавал распятие. Это где было? Это было, надеюсь, не на кухне? Нет, это было не на кухне. Окей, это было там. Давай я всё-таки перемещусь сюда. У меня два благовония, если что. Бля, лучше бы я все благовония принёс. Ну ладно. То, что он съел распятие, может говорить о том, что это... Может быть... Нет, подожди. Он начал ход. Так, блядь. Сука. Самый смешной призрак в итоге. А что, если это мимик? Подожди. Но призрачного огонька не было. Но в последнее время призраки любят прятать призрачный огонёк. Братан, ну ты меня, конечно, напугал до усрачки. Знаешь? Типа, так давно диаген меня никогда не пугал. Вообще никогда. Тут прям реально страшно. Блин, офигеть. Так, ну, короче, призрачного огонька точно нет. Это гост-увент. Это мы не переживаем. Я его заблаговонял, в принципе. Так, хорошо. Братан, тихо. Не лопай ничего. Я проверю на мимика. И, короче, и всё. И если это не мимик, то уезжаем. Потому что все здания я уже выполнил. Но если это мимик, то будет опасно. Блядь, вот как хорошо, что я всё-таки решил выйти из шкафчика. Потому что... Потому что хоть у меня и было благовоние с собой, но было только одно. И, как бы, понимаете, я мог заблаговонять, и он побежал бы обратно вот в эту сторону. И то есть... И всё. И я был бы там в тупике. Бля. На самом деле это реально. Хоть, конечно, я и рассчитывал на то, что у меня благовоние, если это диаген на тот случай. Да, и я, как бы, просто заблаговоняю его, и отбегу, и всё, и побегу в эту сторону. Но сейчас я понимаю, что, типа, благовоние не всегда работает так, как тебе хочется. Вряд ли его бы отпихнуло в сторону, вот, в обратную сторону тупика. Его бы, скорее всего, сюда отпихнуло благовониями, и всё. И он бы просто за мной по стопам шёл бы, и, как бы, до свидания. Я бы не выбрался из этого тупика. Охота? Охота. Ага, снова диаген. Хорошо. Блин, а какая это скорость? Какая это скорость призрака? Мне кажется, это не... Хотя, может, это 100% как раз-таки. Возможно, да, мне кажется, возможно, что это 100%. Либо даже 75%. А почему тогда? Блин, очень интересно, какие настройки сейчас попались, но это просто что-то с чем-то. Так, ладно, я его благовоняю, короче, чтобы он просто не охотился. Охоты при этом не сильно длинные. Так, подожди. Мне очень интересно, что за настройки попались. Честно, настройки для фарма какие-то? Ну, хотя, блин, такой себе фарм, потому что игры долго занимают из-за того, что вот хочешь бродишь вот так. Так, давайте. Ставим, значит, диагена. Поехали. Блин, ну реально, было так страшно, при этом призрак сам, он как бы, ну, я не знаю, типа, против этого призрака мне только в начале сам было страшно играть. То есть у него, скорее всего, радиоприемник был бы, если бы у него была одна улика. Множитель, вот, 6,28. Зажигалка. 19 минут, короче. Две охоты, 7 событий. Давай посмотрим на сложность. Начальный рассудок 75, эффективность успокоительного 45. Скорость снижения рассудка 100%. Мне казалось 200, блин. Мне казалось тут по-любому 200. Скорость игрока 50%, фонарики выключены. Скорость призрака 100%, частота перемещения высоко, смена любимой комнаты выключена. Количество взаимодействий высоко, частота событий высоко, безопасный период 4 секунды и предоставленных доказательств 0. Один проклятый предмет, щиток сломан. То есть, чисто за счет того, что у нас маленькая скорость, хотя, кстати, скорость не так сильно понижает, смотри. Не так сильно, точнее, повышает. За счет того, что 0 улик и выключены фонарики. Сколько вот выключены фонарики и сломано щиток? Да тоже не так сильно много. Короче, очень интересные настройки сложности попались, которые, ну, по сути, все, что здесь сложно, это чисто. То, что выключен свет повсюду, у нас медленная скорость и 0 улик. Окей, но нервишки, конечно, пощекотало. Спасибо всем большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег, всем пока.